добрый вечер здравствуйте да добрый вечер добрый вечер гонщик меня зовут олась я с лазурного это черноморское побережье херсонская область ну вы гонщик какой какой гонщик вы не гонщик мне уже 70 лет скоро какой гонщик пацан ты что ну ты посмотри перед тобой дед какой гонщик или ты хочешь я тебя погонял или чего я не понял так я его знаю лучше тебя мы же вам его придумали язык на тебе придумал давай задам загадку по русскому языку хотишь хотя да вот смотри в будущем времени да увижу скажу догоню найду одним словом как будет победил или побеждю одним словом скажи как будет победил конечно победил а найдю победил да ты сам да подумай какой у вас язык идиотский ты понимаешь победил победил вот это понял какой ты понимаешь добрый вечер ага да добрый добрый вы откуда будете на ту хату добрый вечер я херсонская область поселок лазурно черноморское побережье их украина скадовский район юга россии краснодарский на какие темы общаетесь ну смотря с кем вот с краснодарцами обычно об истории общаюсь ты как там по наехавший или коренной там же выбрать раньше одни казаки говорят раньше одни казаки жили а потом как бы по наехали но потом началась ко мне вот они же казаки первые в украину и приехали так нет но выше вы же понимаете казаки есть какие казаки сданский казаки с украины откуда на тупо не донские там кубанские ну кубанские донские разные вещи разное конечно конечно кубанская не прибыли потомки запорожских казаков а донские это сами по себе ну вот видите поэтому нужно грани-то видеть он продолжать чем отличаются донские казаки от запорожских ну а ну давайте расскажите интересно стало ну ты фильм видел до тарас бульба да вот он тарас бульба был зажиточный человек у него была там а значит конюшня там насколько-то лошадей до десятка у него земли было у него работники были а он что сделал он взял своих сыновей и привез носить запорожскую на хортицу для обучения воинскому делу да правильно я говорю потом да сам тарас бульба он ведь было патриотом своей родины да это потом это потом про патриотизм сейчас и вот он хотел чтобы именно его сыновья также продолжали его дело бороться за свою землю то есть он был богатый и отправил своих сыновей сюда учиться военному делу правильно а вы не забывайте что сам дарас бульба воевал свою жизнь я говорю он своих сыновей отправил для обучения военному делу на запорожскую сечь понял тогда так вот чтобы туда попасть было на запорожскую сечь надо было еще пройти экзамены и прийти туда собственным оружием иначе тебя туда просто не приймут понимаешь и сразу тебя подожди что тебе там понятно я ты запорожья тебе рассказывать я ничего не понятно и вот они там в начале казаками не были вначале джурами были как бы кандидатами потом они уже казаки их принимали а донские казаки понимаешь это совсем не то вот у запорожских казаков у них были реестры коренные кашевые сотен и там писали список и там были фамилии у нас древнейшая фамилия 1555 года от основания запорожской сечи записано по фамилиям а на дом прибегали кто беглые кто крепостные беглые безфамильные понимаешь бежали просто 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 они бежали безфамильные прибегали туда они были не так сказать у нас читали в запорожье казаки это как бы рыцари понимаешь а там бежали кто вот эти беглые рабы ты понял разницу да тогда смотри внимательно смотри тогда украина тогда украина она не уходила в российскую империю понимаешь еще не уходила а в российской империи до какого года до какого года в российской империи было крепостное право украина присоединилась к россии это было есть такой факт какой вот а ну-ка ну сейчас давайте раз вы не верите да я вам документ присоединилась а то ты хочешь сказать пресловская рада 1654 год но 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 и что и что дальше а тарас бульба описывается что там какой вот поэтому да это мы поняли понятно да николай василищ умел писать ну 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 продолжить какой вот там и там еще до того идёт что это разная система была казацкая запорожской сечи и донских казаков понимаешь это разная была система потому что ты знаешь почему раньше краснодар назывался екатерина дар не в курсе дела екатерина даровала землю казакам даровала я сейчас можешь найти в интернете дарственная грамота екатерины запорожским казакам можно и найдешь да что ты так живешь там давно еще ничего не нашел так вот а там есть за что она им подарила потому что запорожское черноморское войско разбила турков на черном море и за их не а там так и написано в этой дарственной что за доблестные заслуги в боях дарюю им на вечное пользование вот эти земли понимаешь а что какое войско было у донских казаков да у них вообще тогда ничего не было а у запорожских казаков флот был у них корабли были чайки понимаешь назывались вот там есть у вас в тамане в тамане есть вот там станица таманская там есть вот стоит памятник запорожскому казаку поставлен еще при царе в 1910 году вот его немцы кстати не разрушили и он так и стоит там такие написано что первым то высадили здесь на земле кубани вот и там написано значит кому атаману белому но он называется памятник головатому называется памятник головатому да вот у вас на украине какие памятники мне расскажите казакам которые сделаны они сохранились еще до нынешних времен парочку мне приведите вы что вы его и получатся тоже выход мы не выходцы а мы здесь и живем не выход нет выходцы да мы никуда выход откуда-то ушли и пошли а мы тут не ушли мы не выходцы мы тут на месте мы родились там и пригодились до памятники можешь найти пожалуйста харьков памятник основателю города харькови люди в бараках харькове бараки стоят там люди а вы мне пара памятники ну подожди ты мне какой вопрос да давай построить это подожди 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 ох ты тарахтушка то какая молодая ты мне задал то какой вопрос где стоят памятники казакам я тебе стал говорить а ты мне бараки сунешь здесь что ты слушай ты когда ты контролируй ты фильтруй базар чувак ты молодой молод и глупый что я смотрю фильтруй базар а то будешь получать по мозгам иногда если вот так скакать будешь вот что же ты так что же ты так задал в общем вопрос о памятниках казакам я тебе сказал а ты бараках найди мне пожалуйста хоть одно данное где ссылочку где в харькове бараки я тебе дам я тебе дам ссылочку что еще ищи молча молча еще ищи молча дойдет даже да так вот я тебе дам где в россии бараки в чите так есть и в барнауле напиши читинская барнаульская бараки вот это не найдешь понимаешь харьков нету ты знаешь что такое барак знаю да 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 хорошо 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 понятно давайте давайте мы вам про херсон херсоне вам пока задаю вот покажу что сайт херсоне рядом со свалкой обнаружили бараки в которых проживают семьи и закарпатья с детьми тут я могу дальше считать утром много-много пишут 12-летние дети бараки а бараки это необычные дома это знаете на которые люди сами построили для себя жить негде это как это такая украине жизнь люди сами для себя построили да уж а домов нету то что как украина живет обнищала то нынче понимаешь дело в том что из закарпатья туда прибывают цыгане строят какие-то там себе шалаши понимаешь вот это цыгане до цыгане до из закарпатья до приезжают да ты вижу это я вижу ты тарахтушка тарахтушка то выходит да вот ты такой молодой такой как будто попка-то горит у тебя не надо так не надо тогда бараки это имеется в виду те бараки которые построены еще до войны даже были понимаешь бараки которые построены в пятидесятых шестидесятых годах вот это вот бараки называется понимаешь а то что там временное какие-то построения шалаши построили цыгане это не бараки понимаешь не бараки это ты понял да в общем те которые прибежали из закарпатья и построили в николаеве где-то были херсоне построили бараки рядом со свалкой да это есть там цыгане такие они бомжуют поставили себе какие-то там мы значит вот палатки и занимаются там сбором всякого сырья сдают там макулатуру стекло пластик вот это они этим занимаются понимаешь а там живут не те что которые прибежали цыгане а там живут коридные жители в чете и в барнауле коренные жители они живут там уже по 50 по 60 лет в этих бараках понимаешь это большая разница это большая разница так что я с тобой то я с тобой то это крепостным рабом начал разговаривать о казаках а тебе что-то бараки тебя тянет понимаешь потому что ты бараки у тебя в голове понимаешь бараки-то у тебя я-то тебе а высокой материи начал понимаешь о казаках тебе рассказывать о казаках а ты вот бараки тебя интересует найди мне видео о бараках ты можешь найти видео о бараках из читы там есть такой прекрасный блогер лёха кочегар который пожалуйста там все бараки он показывает прекрасно можешь зайти посмотреть ты уже что-то завис у тебя интернет хуёвый да ну давай слушай что я могу пожелать соси большой соси большой как оно там какие темы на украине сейчас обсуждают оно такое левое или правое сейчас пощупаю какое оно оно темы говорю какие обсуждаете сейчас соединение россии с украиной соединение ну объединение это это где мечтают в украине соединяться или у вас они мечтают по вашему тв рассказывают что будет объединение не пойдем в евросоюз пойдем в россию да вы что не ждут а какая программа тв подскажите я не помню как-то бедняжка такой да нет бедняжка такая не помнишь это за памятом молодая склероза какая программа это сказать или мне может это тебе ты правильно тебе вот с бадуна с бадуна тебе это пришла такая идея не было ну скажи какой дурак будет вот с тобой объединяться беззубым молодым лежащим вот здесь на кровати в этом говнище я к тебе приду объединяться ты 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 в своем уме нет ну ладно что ты прям так это ну ну что ну как ну как это еще тебе как тебе могло в голову прийти что нормальный человек придет к тебе ну как зачем ну вас то в европе то никто не ждет откуда ты знаешь на понимаешь евросоюз не приняли а мы а мы понимаешь вот тебя ждут допустим в тюрьме тебя ждут где-то на лесоповале тебя ждут но ты туда не хочешь да знаешь мы хочем не туда куда нас ждут а туда туда нам надо ты понимаешь а если ты так будешь думать что вот тебя где-то ждут и туда идти ну глупый ты человек то будешь тогда понимаешь потому что обычно в хороших местах туда трудно попасть а вот вляпаться в гумно это пожалуйста всегда то есть понимаешь да а чё советском союзе плохо было разве ты же советского союза разве плохо было а ты хочешь это пожаловаться мне на ельцина и горбачева ну жалуйся я послушаю тебя не было хорошо в советском союзе а что же вы там устроили в москве вам хорошо было вы идиоты тогда и получается или как ты с россией ваше поколение накосячила какое поколение в капитализм ума это с россии он кто горбачев русский нет яльцин русский но ваше поколение имею вот такие как поколение было поколением таджиков было поколением это какой ты как человек старшего возраста скажи уважаешь поколение нырнула в капитализм в этот сейчас который происходит вашей стране и в нашей капитализм вот в этот дикий у вас там в россии дикий капитализм да он везде дикие у вас и у нас у вас олигархи там 5 олигархов которые живут нормально все остальные а у вас сколько олигархов у нас то же самое системе капитализм то есть ты считаешь если двое вот эти кому плохо они соберутся то им станут лучше если они вместе будут ну так вот давайте наведите у себя порядок покажите пример как и у нас так и у вас олигархи так а вы покажите что скажите а вот у нас хорошо что говорю капитализм при капитализме не может быть хорошо всем добавить революцию там устроить а чужой ты-то там лежишь да ты боишься на улицу выйти пикнет что-нибудь против путина так слушай но у нас же нам же нужен социалистический строй покажите что вы сделали социалистический строй москве там вот где началась вот это где началась вот эту хуйню все заколотили там да правильно получается перестройку перестрелку вот ельцин горбачев теперь собираетесь говорите это покайтесь да покайтесь живые натворили там а потом уже давайте заявку а мы тут подумаем как вы там исправились вот что тогда в москве к чп там танки по москве ездили пушки стреляли вот это все там устроили гармедр понимаешь а теперь мы тут что-то начинаете там давайте с вами объединяться мы мечтаем да какой дурак мангату жопу мира хотите союз советских социалистических москве там не выступил а чё вы там сидите не выступаете против путина чё а что пуля кого на место него к другого капиталиста а шо капитали что другой а коммунистов нету там у вас нормальных коммунистов нет ну вот видишь какие вы говнюки а что же мы к вам будем присоединяться у вас даже нормальных коммунистов нет вообще говно ты говоришь что мы у ваших позаимствуем таких как хрущев нету таких больше как хрущев ну зачем нам эти мы вам можем прислать туда мы когда-то присылали вам от троцкого до лев давидовича он там на революцию вам устраивал был председателем ревоинсовета даже лейба бронштейн он троцкий мы пришли вам туда лидеров а вот а вы будете как бараны за ними идти сделайте революцию мы посмотрим мы лидеров лидеров вам пришлем армайдан это не бараны но ты вы тоже такие вещи говоришь майдан это не бараны я говорю вы же просите малом пришли вам подойдут и бишь бараны а вот майдан это не бараны нет они бараны да блин развалили страну блин кто тебя вот это как ты считаешь что если вы оккупировали нас территорию значит вы развалили не надо ля ля не надо страну руководство всяких связей ума вообще нету блин развали каких связей каких связей но которые связывали януковича с путиным на тот момент никакого и вы не никто не зачем нам у вас вот сейчас связи связи с лукашенко и лукашенко бегает каждый месяц что-то там путину докладывает и просит денег а ты платишь налоги исправно платишь и за твои все будет как при капитализме везде такая да что у тебя будет пяти олигархов корня ничего 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 у тебя не будет ты будешь вот так вот и лежать на кровати страной ахметова и других друзей у вас олигархов больше чем у нас у вас нет так вы то чё кормите это бедная страна вы то чё их кормите 6 олигархов назови меня назови меня олигарха я слушаю слушаю более но я должен всех помнить я знаю что их там пять шесть человек но я не помню их по фамилии всех 6 я могу там ахметова вспомнить металлургию прихопал почему вы не сделать не национализировать и не пользуетесь сами а вы что-нибудь национализировали у себя блин ну вы же майданы там умеете строить задание майдана было не для того майдана майдан то был не для того понимаешь майдан был для того чтобы изгнать януковича который шел с путиным на контакт а нам это не нравилось потому что янукович приволок сюда пол кабинета министров вот и премьер-министром был николай янович азаров гражданин россии вот от вас оттуда был лебедев такой в общем министр обороны и вот под этот шумок воспользоваться тем что оккупировали крым когда была слабая армия и слабое государство сейчас у нас государство слава богу армия набирает силу с каждым днем все больше и больше нам поступают вооружение западное ты прекрасно это знаешь их название этих вооружений вот и наша задача что бить по рукам чтобы не повторился крым потому что тогда армия была слабая и вот вы туда полезли на крыме на донбасс а сейчас вам вздошно вытягайте вот эти вот ведра кастрюли тут старая своя ржавая вокруг нашей границы и пытаетесь кого-то тут пужать кого-то стращать понимаешь ты понял да или непонятно тебе и вы надеетесь на какую-то армию на свою плену вот здесь ты шутишь блин как можно надеяться на армию на свою против россии ты прикалываешься вас вооружают чтобы уничтожить я же тебе говорил подскажи мне сколько лет россия с чечнёй воевала 10 лет до возможно это знаешь что такое чечня чечня так как допустим пол харьковской области вот это чечня понимаешь а у нас тут двадцать пять областей таких понимаешь у нас армия можно над по дружью поставить пол миллиона а сколько там чеченцев было я хочу хочу сказать что никто с украины воевать не будет я знаю я же тебе говорю что зря я же тебе сказал что зря вот эти вытягайте там вот эти ржавые ведра свои вдоль границы понимаешь зря а оно ведь бздошно а хотите же показать хотите же показать что вы типа там сильная вы сильная в чем понимаете в чем бы сильная ни в чем вы никчемные обосрадая макшане понимаешь которая только умеешь сжигать корабли кстати что ты там слышал о питере где сгорел вчера такой красивый военный корабль который уже должен быть спускаться со стапелей на воду что ты слышала сгорел полностью понимать уже доделали его восемь лет строили восемь лет на северной верфи северная верфи есть такая в питере северная верфь и вот он сгорел полностью выгорел есть все восемь лет под сраку а ты помнишь как прошлом году прошлом году к ты помнишь как вот этот многострадальный кузя вот это авианесущий крейсер как он сгорел ты помнишь его же вот там отремонтировали почти уже все тоже только спускать и он сгорел скажи сколько у вас в россии украинцев проживать много не знаешь сколько миллионов которые на работе приехали с руками миллионов наверно миллион есть рабочих которые приехали работать а сколько те что не приехали имеют гражданство украинской российская сколько миллионов сколько украинцев имеет гражданство до которые получили не тупи с украинскими фамилии об этом крабчук иваненко петренко да вот сколько там фамилий таких знать много в россии это ты националист в россии так особо мы тут я понял я понял работаем работайте работайте я тебе просто даю намек почему горят корабли ты понял да тебе дурику дурику тебя даю намек почему горят у вас корабли вот только-только спускать его на воду и он раз и загорается понимаешь это не чтобы здесь это это у вас украинцы уже в кремле сидят ты понял украинцы чтобы здесь были репрессии против своего народа поднимаешь тему это просто тебе дурику намек тебе даю дурику тебе понимаешь даю тебе навек почему горят корабли а ты лопух тут а да а ты украинцев украинцев да ты пойди из кремля выгони украинцев вначале пойди сколько там украинцев сидит а пойди валентину матвиенко до выходные валентину матвиенко знаешь такую да у нас председатель председатель совета федерации может валентину матвиенко а fictional кот-то на вот это замаскированная до стерлица Не? Говорю Валентину Матвиенко, знаешь, не? Председатель Совета Федерации. Пойди проверь ее вначале вот на аппарате лжи, да? На детекторе. Проверь ее. Глупышка. Глупышка ты пустышка. Да. Так ты понял теперь, что вопрос-то о чем речь пошла, беседа? Почему к вам никто не хочет присоединяться? Ты теперь понял, да? К вам уже присоединилось там миллионов десять украинцев у вас, и у вас горят корабли. Вот это вам присоединение. А если присоединимся вообще все, ты представляешь, что там будет, а? Если все присоединятся украинцы, что тогда будет, а? Ты даже себе не представляешь. Ты знаешь, сколько раз Москва горела, а? Не знаешь? Хан Баты полил Москву? Полил. Давлет Гирей, крымский хан, полил Москву? Полил. Наполеон, полил Москву? Полил. Поляки с запорожскими казаками? Сагайдачной. Полили Москву? Полили. Вот тебе да. Будешь сидеть, когда тебе-то жареный петух в жопу клюнет, потом ты узнаешь, кто такие украинцы. Думай, думай, дурик, почему горят корабли? Думай. Добрый вечер. Да-да, добрый ветер. Надо уходить. Мы с вами уже общались. Да? Мы там все уже выяснили? Вопросов нету? Не знаю, у вас были потом переговоры через вы. Еще были вопросы? Ну, разные там, разные там. Я понял. Как вы считаете, почему в России горят корабли? Вы слышали, что у Питера на верх в северное? Потому что в России строят корабли, поэтому случаются пожары. А в других странах не строятся, поэтому не происходит. Понимаете? Ну, случается такое. В России очень много строится кораблей, не только, которые горят. Вот смотрите. За это время в Америке, за эти восемь лет, что строили в России этот кораблик, там построили новый авианосец. Вот. Он водоизмещением, значит, ну, раз в двадцать, наверное, больше, чем вот этот корабль, который в России. И вот, понимаете, он достроен за восемь лет и уже испытания проводятся. А этот вот только спускать на воду пожар. Тоже вот ремонтировали же этого многострадального Кузю. Ну, вы имеете в виду авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов. И только его уже ремонт заканчивался, и он тоже сгорел. В прошлом году, по-моему. Вы же помните. Как вы думаете, это случайно или нет? Что они горят именно вот перед спуском на воду? Я думаю, это строится очень слишком много кораблей на разных верфях, там, их там, это какой-то, как название было, это он там, сторожевой корабля, один из, один из... Проворный, проворный. Проворный, да, проворный. Ну, это, который, я думаю... Проворовался он, проворный. Да, да. Я думаю, там уже... Провели профилактику, кого-то уволили. Ну, это все распиздяйство наше. Русское, славянское распиздяйство обычное. Огнетушители не нужны, там, завари, там, здесь, под Кашмой, да, пускай, там, ну, как обычно, что произошло, ну, бывает, да. Нет, так вот именно, что удивляет то, что именно вот перед спуском на воду, вот, что происходит. Ну, это по-русски, вы же понимаете, да. Это по-русски. А что у вас там по-русски, да? А по-русски, а украинцы там вообще живут в России или нет? Да, резница. А украинцы, что не так делают? А фамилии отличаются украинские от русских? Да, ни в каком разе. Нет, да? Нет. Ну, я гореславец. Украинская, чьи русская фамилия? Гореславец. Это не русская фамилия. А украинская. Да. И чьи либерал белорусская? Украинская. Да вы что? У вас с мягким знаком на конце или нет? Гореславец? Да. Мягкий знак? Да. Есть на конце мягкий знак? Ну, в документах мягкого знака никогда не было. Значит, вы не украинец. Значит, может быть, белорус. Ну, это ваши балочки. Не, я разбираюсь. Я в фамилиях разбираюсь. Чисто украинец. Да, да, да. Чисто. Или украинец. Чисто будет справнейший. Украинец или чей украинец? А вы как говорите? Украина, значит, украинец. Я как говорю, как моя бабуля казала. Украинец. То есть, она говорила Украина, но украинец. Украинец, да. То есть, может, говорить Франция, но француз. Или Англия, но... Да какая разница, какая разница. Я казала... Ну, это тебе какая разница. Ты же не лингвист, а что-то ты там слушал на улице. Есть, понимаешь, вот грамматика есть, понимаешь? Я казала... Ты обыкновенный, понимаешь, не лучше. А есть ведь грамматика, где там сказано, как, чего пишется. Есть украинская грамматика, есть российская грамматика. Там, пожалуйста, смотрите, как по-энтому, как по-энтому. А если бы в школе не учились и не знаете даже, какого происхождения у вас фамилия, и кто вы вообще такой, то о чем с вами тогда говорить? Я вообще не нахожу тут вообще смысла с вами общаться. Тем более вы что-то кричите. Вам я это... Пять минут назад звук выключил, и вы все кричите и кричите. Непонятно. Вы будете продолжать. Да, продолжайте. До свидания. Продолжайте. Наверное, чувак чокнутый. Гитлер Юнинс, блядь. А как ты угадал? Вот смотри. Я как-то не догадался, а ты вот догадался. Подскажи. Я тебя узнал. По чем ты меня узнал? Ну, в смысле, по фотографиям. Ну, Югенс, это, значит, молодой юноша. Да, да, да. 70 лет назад я видел твои фотографии. Ты 70 лет назад был уже 70 лет назад. Да что ты говоришь? Я был. А фотографии твои старые там, где-то там это, лапки задирал, когда тебя там это стилен брали. Вот, я тебе, ну, признал просто это. А где ты эту фотографию видел? Покажь фотографию. В интернете там полно. Полно, да. Где там штаны ссытись, блядь, лапки кверху задираете. Ага. Ну, и до чего вы довоевались? Что теперь опять сырьевой предаток Германии? Или что? Да, вы теперь сырьевой предаток Германии. Ну, ты же говоришь, что ты в Витлер, в Гитлер-Юген. Это в Германии было, в Гитлер-Юген. Ну, да. Так, молодцом. Вот, соображай, говорит, что вы там кого-то победили и в результате, стали, в результате победы, стали теперь сырьевым предатком Германии. Вы что-нибудь, какую-нибудь технологию, какие-нибудь в Германии поставляете? Технику какую-нибудь, товары какие-нибудь поставляете в Германии? Нет. Вы можете там что, леса напилить поставить, там газа накачать, нефти, боже, ничего. Что вы можете сработать головой? Что вы можете? Мы можем перекрыть газ, можем перекрыть поставки леса и будете создать себе писюльки. Ну, ума, для этого много надо, ума, чтоб перекрыть. Конечно, мы же долбоебы. Мы же только можем крантик открывать и закрывать. Вот, молодцом. Вот это вот чистосердетное созвание, что ты долбоеб, вот я ж буду знать. Ты только не обижайся, а ты же сам сказал. О, снова вы, здравствуйте. Ага, да, привет. Ага, да, привет. Как ваши дела? Ну, как на курорте. Ну, как на курорте ж. Вы же вроде умирать собирались, я смотрю, вы живете, здравствуйте. Да, все умрут, и вы в том числе. Так что, не расстраиваетесь? Не расстраиваетесь. Так же? Так же. Кстати, российский паспорт не собрались, а получать, мало ли. В смысле, мало ли. В смысле, мало ли. Ну, у вас хрен поймешь. А почему Россия? А почему Россия? У вас министр, первый министр этот самый. Так. С российским паспортом. Так. Чем ты хуже? Ну, я наоборот, не хуже, а лучше. А лучше. Понял. А, так у тебя еще и американский паспорт. Молодец. Да. Где-то лезь. А что у меня там? А что у меня там? А что у меня там? Что у меня там? Ваше там? Ваше там? Говнище там? Говнище там. Говнище там. Говнище там попал. Ты что, шутишь? Да, я шутишь, что ли? Я смотрю, вот сам. Куда это? Представляю. Представляю. Приезжаю я в Саратов. Саратов. Да. Или у какую-нибудь? Или у какую-нибудь? К Лязеву. К Лязеву. Слушай, ты же бывший летчик, да? Летчиков бывших не бывает. Летчиков бывших не бывает. Ну, у нас, ну, летчик. Скажи честно, вот, правду. Да. Стало жить лучше после всей этой хуйни? Или лучше не стало жить? А какую-то хуйню я еще выдал. Которую замутил... Которую замутил... Яльцин с Горбачевым? Яльцин с Горбачевым? Майдан. А Майдан? А Майдан? Да. То есть, это... То есть, это... Россияне... Россияне... Задает интересные вопросы. Задает интересные вопросы. А лучше ли вам? А лучше ли вам? Ну, вот, я думаю... Я думаю... Как выгоним оккупантов... Потом будем говорить? Потом будем говорить? Лучше или хуже? Лучше или хуже? Правильно? Правильно? Подожди, я живу в Донецке. Я плачу за квартиру 650 рублей. Так... Ну, да. Не в группе, я говорю. Честно, диду, я тебе сказать не могу. Я не знаю... Я тебе скажу... Я тебе скажу... Я тебе скажу... Я тебе скажу... Я знаю, что у вас... Знаю, что у вас... В три раза упала цена на квартиру. Ну, и что? Ну, может, они у вас вообще... Ну, может, они у вас вообще... Бесплатно будут. Бесплатно будут. Вон там, понимаешь... Вон там, понимаешь... Где-нибудь... Где-нибудь... В Ханты-Мансийске... В Ханты-Мансийске... В Уренгое там вообще... вас бесплатно я теперь должен ехать в ебеня туда или что ты ж понимаешь ты ж понимаешь и какая главная улица в Донецке как называется как называется в Донецке да сейчас скажу Артема и вторая университетская и шо ты там думаешь шахта Засядька на какой улице на какой улице это окраина на какой улице а я не знаю ни хига это не окраина зачем ты пиздешь зачем ты пиздешь ну вообще-то я родился в городе Инакиево а начиная уже выкручиваю выкручиваю Инакиево подожди почему выкручивать но он находится на Киевском проспекте шахта Засядька смотри я служил в батальоне восток он находится знаешь где ты служил батальоне автомат рукой держал конечно какая скорострельность по 74 800 выстрелов нет нет да нет нет да у тебя есть у тебя есть подожди успокойся у тебя есть дома планшетик какой-нибудь заваляющийся компьютер или на угле ничего нет кроме телефона кроме телефона нет ох ты боже мой есть давай открывай тактико технические характеристики АК-74 АК-74 кстати виду давай давай тактико-технические характеристики что ты видишь лобода я на блестивке ламинировано ламинировано тактико-технические характеристики вот смотри ну находи давай сейчас посмотрим сколько выстрелов сколько выстрелов я тебе еще раз говорю а можно даже сделать 1200 выстрелов вести вот подсоединил и пошел я тебе говорю я тебе говорю для автомата для автомата есть инструкции есть тактико-технические характеристики куда ты его будешь подсоединять там не скажешь ты меня понял да сколько выстрелов в минуту может секунду сказать 800 Неправильно я же сказал открывай АК-74 АК-800 А если 800 кукарекать будешь Кукарекать будешь? Военные? Военные. Слышь, военные. Кукарекать будешь? Ну не 800. Так открывай, что ты? Открывай вот тут. У меня нет ТТХ. А что у тебя вообще есть? Кроме телефона что же есть? Есть. Ну давай, включай. Открывай. Да нафиг мне твоя медаль. Да, оборону Саур могилы. А это служил дурачок, получил значок. Служил дурачок, получил значок. Я понял. Медаль. На жопу поешь. Это у тебя как у Захарки у него? Сколько? Пять христов было. И герой союза. У меня ни одного креста так и нету. А медаль пластмассовая? Да, видимо пластмассовая. Вот у Захарки кресты были пластмассовые. Под золото прям. Под золото прям так. Блестели. Блестели. Краской покрашены. Краской покрашены. Вот же ты. Бедняга. В космос улетел, да? В космос улетел, да. А, это Моторола. На лифте в космос. Пожал пятый этаж. Пробил крышу и полетел. На лифту. На лифту. Вот это вот лифт на Луну. Рогозин же он обещал, что сделает лифт на Луну. Подожди, почему смеешься? Ну не смогли же убить так. Ну вот ты, ты какого хуя смеешься? Слушай, а это? Зачем на автомате компенсатор? Дульный турмокомпенсатор? Для того, чтобы гасить звук. Какой же ты дурик? Звук он не глушит. Он как пламя-гаситель, чтобы ночью не было выстрелов. Пламя-гаситель! Пламя-гаситель! А звук он не глушит. Какой же ты долбает? Боже мой! Он на передовой был. Воевал. Глушит звук, блядь! Какой же ты долбоебизм! Ай-яй-яй-яй-яй! Глушит звук, да. Это знаешь, что-то как у шпионов, знаешь, глушитель накручивают, да, на ствол. И пух, вот так, пух-пух, какого-то агент 007, да. Так вот это ты долбоеб думал, что на автомат накручивает глушитель звука, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он используется как пламя-гаситель, понимаешь. И уменьшает подбрасывание автомата во время стрельбы. Вот так вот подбрасывает, понимаешь. Все, ты свободен. Давай медаль на жопу прицепи. Ты знаешь почему? Потому что ты поподчленец. Вот тебе Ты думаешь я поверил Что вот такой хомячок очкарик Служил на передовой бегал Вот такой хомячок Вот такой очкарик Хорошо покажи медаль Она если у тебя пластмассовая Постучишь Медаль показывай Ну показывай я жду Медаль показывай Ну показывай медаль Дятел Медаль Так вот Я тебе еще раз говорю Автомат АК-74 600 выстрелов в минуту Понимаешь? 600 выстрелов в минуту А не 800 Дятел ты Какой же ты дятел Куда тебе? Кашеваром ты там служил? Или макароны продувал на кухне? Макароны продувал на кухне Да? Вот это я понял Давай все Шановні друзі Ви дивилися наризку зі стримів Аби дивитися стримы Цілком без наризки І купюр Будь ласка Підпишіться на патреон Посилання на патреон Під всіма відео і стримами Підтримайте наш канал Вподобайками Коментарями Тисніть на дзвіночок А також розповсюджуйте Моі ролики в соцмережах Підпишіться на всі мої канали Адже час від часу Мені доводиться Змінювати місце стримів Та дислокації З метою безпеки Адже дуже багато росіян Незадоволені моїм контентом І кидають страйки Наші гасла Горітеся поборете Героям слава Смерть ворогам Понад усе Від сяну до дону На гуляку Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!